Добрый вечер! Сегодня я хочу показать свой мастер-класс по созданию вот таких цветов из поамирана. Цветок называется кислица. Они бывают разноцветные цветы. Для этого нам понадобятся прямоугольники размера высота 3 сантиметра ширина 2 сантиметра и нам нужно вырезать наши лепестки. Сверху срезаем вот так ровно, а снизу нам нужно будет придать нашему лепестку вид капли. Вот таким. Такой формы делаем. Так обрезали. Теперь будем окрашивать. Для этого я беру акриловую краску. Она получается более насыщенного цвета, чем пастель. Нам нужна кисточка. Нужно, чтобы она была слегка влажная. Берем акриловую краску. Немножко выдавливаем. Так как сами знаете, что акриловая краска довольно быстро застывает, если она не разбавленная, то лучше на какую-нибудь поверхность наносить совсем понемножку. И вот таким способом окрашиваем краешки. От края в середину и до самого низа. Вот так. Такие лепестки, таких цветов лепестки окрашены только снаружи. Поэтому тонируем только одну сторону. Отверху немножко пошире. Книзу по узу. Так вот. Один затонируем. Пускай высыхает. Точно так же второй. В интернете можете посмотреть каким цветом бывают эти цветы. Можете ввести название кислица. Разноперстная или разноцветная. Она бывает желтая с красными полосками. Бывает белая с розовым, белая с красными. Различные. Так вот мы затонируем. Теперь желательно бы еще, вот тут немножечко у нас подсохло, подтонировать самый верх среза. Так будет намного лучше смотреться. Более аккуратно. Так. Теперь ждем, когда у нас висок нет. Я сразу же помыла кисточку. Для того, чтобы не испортить утюг. Так. Теперь нам нужно включить утюг. Утюг нужен для чего? Я сколько работаю с фоамираном, заметила, что после обработки на утюге акриловая краска закрепляется намного лучше и в то же время она становится ярче. Даже можно не ждать полного высыхания. На утюге у нас все быстренько. Самое главное нам нужно, чтобы вот у нас верхний край стал более тоненьким. Вот этот вот срез верхний. И видите получается как бы небольшая такая лодочка формочкой. И лепестки как бы внутрь немножечко загибаются. Как раз то, что нам нужно. Приложим на второй. Тут буквально нужно, ну как я обычно говорю, раз, два, три. Если лепесток загнулся немножко не то, что одно. Пока он тепленький, руками придайте нужную форму. Вот и все. Все довольно таки быстро. Теперь будем склеивать. У меня три лепестка уже готовы. В этот ряд я взяла вот такой обыкновенный на секунды клей. Так как мой очень хороший клей начинает заканчиваться. А его заказывать в магазинах я не видела только через интернет. Его я лучше оставлю на крепление каких-то более мощных вещей. Так и так теперь нам нужно сложить таким образом. все это склеить друг на друга. Вот в такой форме. Вот чтобы был вот такой небольшой веер. Получается, вот смотрите, чем уже соцветия, тем меньше расстояние между лепестками. Вот этот вот получается практически у нас распустившийся. Потому что эти цветы сильно не распускаются, прям не раскрываются. А это почти распустившийся. Ну мне вот если честно, они больше нравятся вот соцветиями такими. Более симпатично. Итак, берем сначала первый лепесток. Мажем самый низ. Мазать нужно буквально совсем чуть-чуть. И вот этот вот сгиб с одной стороны. Сразу же самое главное, приладить лепесток так как нужно. Потому что от такого клея вы потом не отклеите, не получится поправить. Опять мажем тут капельку. И немножечко вот этот сгиб. Таким образом приклеим все лепесточки. Все наши пять штук. Вот у этого цветка всего пять лепестков. Получается с внутренней стороны я подклеила все. Теперь нам нужно, видите, у нас они будут загибаться. Теперь нам нужно будет подклеить вот внутренность. Переворачиваем. Кончиком клея либо почисткой наносим совсем немножко клея и прижимаем. Цветок получается довольно таки простой. Но он мне понравился своей красотой и своей простоте. Вот все, я приклеила. Теперь начнем его заворачивать. Заворачивать мы будем вот где у нас получается целый лепесток. Начинаем его закручивать. Тут можно не торопиться. Сначала закрутить, посмотреть. Закручиваем в трубочку. Посмотреть, что у нас получилось. Видите, как получается. И нам нужно будет подклеить вот именно вот этот последний лепесточек. Вот к предыдущему. Тут уже мажем от серединки, чуть даже выше серединки, до самого низа. Так, тут осторожно пальцы не приклейте. А то с пальцами, видите, немножечко приклеивается краска. Вот практически сам цветочек готов. Я смотрела вот сколько в интернете эти цветочки. Он не идеально должен быть. Вот прям со всех сторон. Вот чтобы полосочки были симметричны. Так, теперь для крепления. Я взяла проволочку, отмотала просто этой плентой. Почему я не делаю вовнутрь тычинки? Рассмотрев слоение этого цветка, в интернете поискала. У него очень, там где-то 5-6 всего тычинок. Они очень маленькие. И вот, если честно, их даже не будет вообще видно. И стоит ли возиться, если мы их все равно не увидим. Итак, на конце у меня, видите, сделана петелька. Я ее обмазываю клеем. С одной стороны. И засовываю вовнутрь цветка. Серененка находим. И просто обжимаю. Таким образом приклеивается у нас наша палочка. К цветку. И никуда уже ничего не денется. Так, теперь нам нужно сделать чешелистник. Я вырезала вот такую пятиконечную звездочку. Не обязательно, чтобы она была прям идеально ровная. Вот у меня всегда были проблемы с детства с нарисованием таких звездочек. Видите, она далеко не идеально ровненькая. Затонировала краешки с обеих сторон. И теперь нам нужно ее пометь. Придать живость. Складываем, видите, чтобы серединка у нас была внизу. И начинаем всяко разные на дне изгаляться. Вот еще. Теперь расправляем. Так как серединка у нас получается немножко все-таки поярче. Поэтому я всегда выворачиваю ее наоборот. Протыкаю нашей веточкой. Продеваю вот до такой степени. И обмазываю клеем самый низ цветочков. Так, хорошенечко обмазываю. Поднимаю чашелистик кверху. И обжимаю вместе там, где у нас клей вокруг цветочка. Вот у нас капитально приклеилась. Плюс еще зафиксировалась, получается, наша веточка на чашелистике. Это получается дополнительное еще крепление. Ну вот, в принципе, сами видите, какой довольно-таки простой цветочек. Если будете делать вот такой полураскрытый, просто вверх немножечко раздвигаете пошире. Где-то можно, видите, вот тут я немножечко обжала побольше. Так что экспериментируйте. Такие цветочки очень хорошо будут смотреться, вот цветочная композиция, как дополнение. Но если сделать, допустим, большую довольно-таки клумбу, то будет очень красиво и как отдельно. Листочки я не буду показывать, как к ним делать. У них листочки довольно-таки простые, вот чем-то похожи, как у васильков, только заканчиваются не остреньким, а такие вот, как у Гербера, лепестки вот такой вот выемкой. Так что, в принципе, ничего сложного нет. Ну вот, наш мастер-класс готов. Спасибо за внимание.